Привет, это Олеся, надеюсь у вас все в порядке. Как я уверен, что вы знаете, совсем недавно ФРС приняло решение сократить базовую ставку на полпроцента пункта. Ранее она поднималась и некоторое время оставалась на одном уровне. Таким образом, это довольно важный шаг от ФРС. Но вероятный вопрос, которым вы задаетесь, это то, что это значит для фондового рынка. Может ли это быть негативным фактором для крупнейших фондовых рынков, или же это позитивный фактор? Другими словами, это бычий фактор для фондовых рынков. Еще я вам объясню важность этого графика, данные, что вы видите, что это значит для рынка в последующие несколько месяцев, особенно по мере приближения к концу года. Ребят, это будет интересное видео, так что присоединяйтесь. Ребят, с возвращением. Мы с вами находимся в очень интересном период времени для фондовых рынков. Через несколько минут я перейду к графикам, и, конечно, в этом видео мы с вами обсудим недавнее решение ФРС по сокращению ставки, которую ранее поднимало, а также обсудим вот этот график. Но перед тем, как мы начнем, я хочу подвести некоторые итоги. Возможно, вы помните, что в моем предыдущем видео от 7 сентября я говорил, что как только вот этот большой спад образуется в фондовом рынке, и из-за того, что он достигает уровень поддержки, эту трендовую линию, а также из-за того, что мы оказались в зоне перепроданности на RSI, я открыл несколько позиций в лонг, ожидая отскок. Ведь после таких условий перепроданности отскок на рынках будет очень вероятен. И, конечно же, в том же видео от 7 сентября, вот какими были мои размышления об откате, образовавшемся в сентябре. А также, позвольте мне включить еще один кусочек от другого видео, которое я сделал 8 сентября. И значительное количество данных, особенно от аналитика Джейсона Гэппарда, похоже, говорят за обычай сценарий. Другими словами, основной объем данных от Джейсона Гэппарда, похоже, говорит нам об ожидании прорыва вверх. Другими словами, выше макушек августа. Просто к слову. Также я использую этот провал в фондовых рынках вот здесь, для того, чтобы еще немного добрать, добавить к моим позициям, на основании самого последнего спада, который образовался вот тут. Мои, на мой взгляд, наиболее вероятные ожидания, из-за того, что большая часть данных и больше статистических данных говорит, в пользу продолжения еще большего роста, до более высоких уровней, к примеру, до 5800 и до 5850 в последующие месяцы, я собираюсь рынку дать шанс на успех, то вот этот провал является временной коррекцией, временным откатом. Другими словами, после этого крупного ралли, что у нас было здесь, опять же, это было ожидаемо, что образуется откат или коррекция. Так что для меня вот этот провал — это временный откат. Перед тем, как мы продолжим двигаться выше, на более высокие уровни. Ребят, как вы сами видели из этих двух видео, я говорил 7 сентября, что я буду использовать этот откат вот здесь, в начале сентября, как возможность для открытия еще нескольких позиций лонг. Я буквально накапливал и открывал свои позиции, когда образовался этот откат. И, по сути, в еще одном видео от 8 сентября я упоминал, что воспринимаю данный откат как временную коррекцию, перед тем, как мы продолжим расти, ожидая новой вершины фондового рынка. Должен сказать, я не ожидал, что данный ралли образуется так быстро, да еще так сильно. Но в любом случае есть что есть. В общем, пока все путем. Фондовый рынок смог сделать ралли и отскок, перебив верха, как мы ожидали. Но вероятный вопрос, которым вы задаетесь прямо сейчас... Окей. Раз ФРС недавно сократила ставку... Как мы с вами знаем, на прошлой неделе ФРС приняла решение сократить базовую ставку на полпроцентных пункта. После агрессивного поднятия ставки последние несколько лет, а затем ее удерживая, и, естественно, принимали они решение на основании данных по инфляции, которая замедляется, достигнув пика несколько лет назад. В общем, что это значит для рынка? Я уверен, что кто-то из вас помнит мои ранние видео с начала года, и, вероятно, думаете, Олесио, ведь ты говорил, что если ФРС начнет сокращать ставку, это будет негативным и медвежьим фактором для фондового рынка. Фондовый рынок, вероятно, достигнет вершины, что будет опасным сигналом для фондового рынка. Ребят, на самом деле я говорил не это, о фонде. Позвольте вам включить видео от января этого года и услышать самим, что я на самом деле говорил по решению ФРС о сокращении ставки. Пожалуйста, не думайте, что нам следует опираться на следующее решение и действие ФРС. Нет, не вариант. Как вы знаете, я технарь. Мы не опираемся лишь на фундаментальные показатели для принятия решений. Нет, наоборот, мы смотрим на теханализ и на графики. Таким образом, мы будем использовать другие важные факторы для определения, что рынок достил вверх, и, вероятно, начинает разворачиваться. То есть мы не будем опираться лишь на действия ФРС. Ребят, спасибо, что посмотрели. Как вы сами слышали из этого видео, я сказал, что нужно объединять решения ФРС с техническими данными. Ведь, как вы знаете, мы не опираемся лишь на фундаментальные показатели. Важно, что говорят нам графики. А также еще очень важно, что вот эти данные нам говорят. На самом деле, эти данные, за которые спасибо Джейсон Геппорду, критичны для понимания того, что обычно происходит с фондой после принятия решений ФРС о сокращении ставки после того, как она ее поднимала. Итак, я сюда добавил несколько зеленых и красных стрелок на график, чтобы более ясно объяснить, что происходило с фондовым рынком и СНП в прошлом, после того, как ФРС приняла решение сократить ставку, после того, как поднимала ее пять раз или больше. Итак, зеленые стрелки показывают время в прошлом, когда фондовые рынки росли, после того, как ФРС сокращала ставку после поднятия, а красные стрелки показывают обратное. Красные стрелки показывают то, когда в прошлом фондовый рынок сокращался, переворачиваясь в даунтренд и падение, после того, как ФРС сокращала ставки после того, как их поднимала. Итак, хорошие примеры этого являются в 1973 году. После того, как ФРС приняла решение сократить ставку после поднятия пяти или больше раз, В 1973 году, вы видите, да, рынок упал еще сильнее, на самом деле крах продолжился, как вы видите здесь. Но в 1979-м произошло обратное. Был небольшой спад, но после этого рынок продолжил расти выше. В 1980-м, наоборот, вы видите сами, что после принятия решения ФРС сократить ставку после ее подъема, рынок достиг вершины, а после развернулся в значительный падающий тренд, в медвежий рынок. Но в 1987-м, после сокращения ставки ФРС, рынок ушел вверх. В 1989-м, как вы видите сами, было не то, не все. Были и красные, и зеленые стрелки. Причина этого в том, что рынок ушел в боковик, немножечко поднялся, но в конце концов он все-таки упал. А в 1995-м ситуация сильно выбивается из общей картины. Как вы видите, рынок продолжил пробиваться выше после сокращения ставки ФРС. А для сведения, до 2000-го года. В 2001-м году, после сокращения ставки ФРС, вы сами видите, что было. Рынок подтвердил свою вершину и ушел в крупный спад. В медвежий рынок это был крах доткомов. В 2007-м, после сокращения ставки ФРС, после предыдущего подъема, фондовый рынок показал вершину и слился в очень большой спад, образовав даунтренд на фондовом рынке. И в 2019-м году так же было не то, не все. Точнее, и то, и то. Потому что изначально, как вы сами видите, рынок немного пробился выше, что в конечном итоге в 2020-м он рухнул резко в ДИНС, что стало, как мы знаем, коронадампом. Так что, вероятно, вопросом, которым вы задаетесь, скорее всего такой, по какому пути мы наиболее вероятно пойдем сейчас. С учетом того, что в этом году, в 2024-м, ФРС сократила ставку. Как вы видите, это самый последний сигнал. Это самый последний случай сокращения ставки ФРС, после того, как поднимала ставку пять раз или больше. То есть интересующий нас вопрос, это стрелка, будет ли она красная или зеленая, а может быть и обе, по которым в итоге пойдет рынок в течение следующих нескольких месяцев или даже лет. Опять же, будет ли это зеленый или красный путь, бычий сценарий или красный, медвежий сценарий. И это очень интересно. Сам Джейсон Геппорд говорит, что в какой-то степени позитивный, в какой-то негативный. То есть высокой вероятности того, по какому пути или по какому сценарию мы пойдем, у нас нет. Но Джейсон говорит кое-что очень интересное и очень важное для внимания. Джейсон говорит, что следующие две недели могут стать решающими. Ребята, я прямо напишу, и простите за почерк. Согласно Джейсону, нужно следить за следующими двумя неделями. И я бы добавил, что следите за следующими 30 днями, следующим месяцем, до конца октября. И Джейсон говорит, что если в следующие две недели мы увидим увеличивающийся риск, если фондовые рынки значительно упадут, скажем, выбивая вот эту поддержку, то это может стать сильным сигналом, что мы пойдем по красному сценарию, например, как в 2001 и в 2007, когда, к примеру, рынки достигли вершины. Однако Джейсон говорит, что если в следующие две недели вместо слабости и увеличивающегося риска мы увидим, скажем, отскак и продолжение движения выше, то это будет значить, что мы идем по зеленому сценарию, как, например, в 95-м, 87-м, 79-м и типа того. Или же будет и то, и то. Такая мешанина была, например, тогда, когда рынки немного поднялись выше, но в итоге слились. Таким образом, следующие две недели будут невероятно важны. Согласно Джейсону, следите за следующими двумя неделями, а я бы сказал, за следующим месяцем. Например, давайте посмотрим на этот график. Здесь представлен индекс S&P. Он в отличном аптренде. Как вы видите, мы над этой трендовой линией поддержки. Так что пока никаких причин, чтобы паниковать и сомневаться насчет фонды нет, даже с учетом того, что ФРС срезала ставку. Однако, если мы пойдем по пути, предложенному Джейсон Геппорду, на мой взгляд, хорошему, то внимательно следите за следующими двумя неделями или месяцем. Потому что если в следующие несколько недель внезапно фондовый рынок упадет, и, скажем, S&P опустится ниже вот этого низа, который он сделал в сентябре, или, скажем, ниже этой трендовой линии поддержки, как вы видите, у нас замечательная трендовая линия поддержки, и если, подчеркиваю, если S&P, скажем, в следующие пару недель или 30 дней, опустится ниже этой трендовой линии и ниже этой красной линии, ниже 5400, то есть S&P перебьет оба низа, сделанных в сентябре, и трендовую линию за несколько следующих недель или 30 дней, то это станет огромным красным сигналом, крупным предупреждением, догадайтесь чего? Очень вероятного выбора пути рынками красного цвета, медвежьего, опасного сценария. Опять же, например, как в 2001 или 2007. Ну, то есть, если фондовые рынки в последующие пару недель упадут и вынесут поддержку вот этой трендовой линии, значит, рынок нам говорит вот это. Да, даунтренд, медвежий рынок, не избежать. Однако, если в следующие несколько недель или 30 дней, скажем, до конца октября, фондовый рынок к концу октября, скажем, по-прежнему сохранится над этой трендовой линией и выше этого уровня поддержки ниже сентября, то для фондового рынка это станет позитивным, хорошим сигналом. Например, скажем, рынки сделают откат, и я думаю, что это вероятно. То есть, потенциально это может стать откатом или продолжением движения вниз, фонды, это, я думаю, нормально. Это движение вниз к среднему уровню, это ожидаемо и нормально. Однако, пока фондовый рынок остается над этой поддерживающей трендовой линией и выше этих низов сентября, и если рынок сохранит силу, например, достигая новых высот, продолжая показывать силу, то это будет очень позитивным и хорошим сигналом для фондового рынка. Другими словами, если это произойдет, будет второй сценарий, значит, мы идем по зеленому пути, по зеленой стрелочке. Вероятно, мы в ситуации, как было в 1987 или 79, или, может быть, ни то, ни сё, как, например, в 2019, когда мы пошли немного выше, прям самую малость, а затем мы внезапно, в какой-то момент следующего года, лихо упали. Кстати, ребят, я думаю, что очень вероятно, что в какой-то момент следующих шести месяцев, от шести до двенадцати месяцев, мы достигнем вершины фондового рынка. Основываясь на большей части имеющихся данных, похоже, что красный сценарий, сценарий красной стрелки, на самом деле менее вероятен на этот год, по крайней мере, на несколько следующих месяцев. Значительное количество данных говорит за ситуацию зеленой или, может быть, зелено-красной стрелки. Таким образом, в настоящий момент я не готов настроиться на медвежий фондовый рынок, но, повторюсь, откат может быть. Откат фондового рынка вот здесь — это норма. Это ожидаемо. Мы можем здесь увидеть некоторое подобие отката, скажем, до уровня средних, что после таких сильных ралли является характерным. Однако, основываясь на большом количестве данных, которые нам доступны, а также из-за того, что фондовые рынки по-прежнему остаются в уверенном тренде над этой поддержкой, в настоящий момент, похоже, зеленый сценарий, зеленый бычий сценарий, или же сценарий смешанной красной и зеленой стрелки, является наиболее вероятным. Поэтому в настоящий момент я остаюсь аккуратно настроенным на бычий сценарий. Несмотря на возможные откаты в следующие несколько недель, однако, как я говорил, если фондовые рынки... Опять же, если фондовые рынки упадут ниже обоих уровней поддержки, низов сентября и уровня трендовой линии, то, если это произойдет, нам нужно будет пересмотреть свой подход и настроиться на более медвежий сценарий. Но пока, ребята, нет никакого признака разворота в тренде и никакого сигнала о достижении рынка верха. Как вы сами видите, мы над этим уровнем поддержки. Так что, ребята, пока никакого сигнала опасности или экстремального риска в рынке не наблюдается. Похоже, тренд наш френд. Однако не забывайте, как сказал Джейсон Геппорт, это важно запомнить, очень внимательно смотрите на следующие две недели. Я бы добавил, смотрите внимательно за следующими 30 днями, потому что они нам расскажут, по какому пути рынок собирается пойти, по красному или по зеленому, как мы посмотрели на предыдущем графике. Кстати, ребята, напишите в комментариях, что вы думаете на этот счет. Какой наиболее вероятный путь вы считаете у нас будет? Падут ли рынки по пути зеленой стрелки или все-таки по красной стрелке? А может, по нету несешному сценарию? И обязательно подпишитесь на канал Крипто Комманс, поставьте под видео лайк, если вам понравилось, и дизлайк, если нет. Но и само собой разумеется, смотрите ежедневные видео на Бла-бла Крипто с аналитикой и новостями. Ну прям совсем вообще непременно. Смотрите еженедельный Крипто Дайджест с событиями и объяснениями их влияния на крипторынок на вашем любимом канале Крипто Комманс. Всем пока.